МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соснодательство трепетно не только к правам человека, но и бизнеса. Кто-то построил водоем, благоустроил территорию и взимает деньги за обслуживание. Чистую воду, чистый пляж, безопасность. Нет, это тут... Раньше я еще маленький был. Тут стояли землоснаряды, вырабатывали песок они для строительства, для нужд города. И образовался котлован, заполнилось водой он сам. Там родники били, дождей капали или билили, как говорится. И вот образовался вот это вот, как озеро, как котлован. Это все природой сделано, все, как говорится. Людям не повезло, водоем оказался на частной территории, принадлежащей ООО «Лаишевские овощи». Поэтому формально ограничить проезд они могут. Командир, а что за шлагбаум тут? Частная территория платная, стоя без машины. Частная территория? А давно стала она частной? Да, 2 июня 2016 года. 22 июня печальная дата, знакомая каждому. Но для жителей северной окраины Ульяновска теперь вдвойне печальная. Хотя пройти пешком не возбраняется никому, да и проехать, если ты достаточно наглый или хитрый, тоже. Никаких чеков на въезд не выдают, по территории не ловят. Весь бизнес похож на дворовую парковку. Никакого учета, никаких налогов и никакого сервиса. Бумаги, которые нам показал охранитель хозяйской земли, как верительные, подписаны в Министерстве сельского хозяйства. Там от подписи не отказываются. Министерством нашим в прошлом году, 22 июля, выдан договор водопользования, и заключен он с агрофермой Лаишевской, для осуществления рекреации. Также хотелось бы пояснить, что в соответствии с водным кодексом береговая полоса, она как бы общедоступная, для общего пользования предназначена. То есть на ней граждане имеют право свободного прохода. Шлагбаум от 20-метровой береговой полосы далеко, так что по закону он ничему не препятствует. При этом в законе говорится, что движение автомашин в водоохранной зоне запрещено. Но именно сюда можно проехать за 100 рублей, и именно здесь ревут дизелями КАМАЗы с песком. Получается, что за 100 рублей можно купить индульгенцию на неисполнение закона? Мы попробовали выйти на контакт с агрофирмой, но у нас ничего не получилось. В офисе все были на выезде, а по телефону не брали трубку. Хотелось бы спросить публично, в надежде на такой же открытый ответ. К какому виду предпринимательства относится выборочная продажа билетов в водоохранную зону? Каким налогом облагается эта деятельность и в каком размере? Пока же хочется думать, что это не продолжение дела Остапа Бента Мария Бендербея, продававшего билеты в Пятигорский провал. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.